Всем здравствуйте, кто подключился. Я думаю, что мы будем стартовать, несмотря на то, что еще не все участники заявленные у нас подключились. Пожалуйста, давайте я быстренько представлюсь сама. Меня зовут Елена Зинчак, я руковожу онлайн-курсом декорирования интерьеров в Высшей школе экономики. И сегодня мы хотим осветить несколько важных моментов. Во-первых, что такое вообще декорирование интерьеров? Почему это сейчас особенно интересно и перспективно? Покажем на примерах, какие есть виды услуг в области декорирования интерьеров. Немножечко расскажем про наш курс и то, чему вы будете обучаться во время него, что вы можете делать после. Сегодняшний наш спикер — это основной спикер онлайн-курса декорирования интерьеров Марина Чаева, практикующий дизайнер и декоратор. И, собственно, наш главный преподаватель, идейный вдохновитель этого курса. Поэтому я, наверное, передаю, Мария, слово тебе сразу же, чтобы не задерживать никого. Прошу. Всем доброе субботнее утро. Идейным вдохновителем курса является Елена. Я практик-декоратор, который делится на курсе своим опытом, которому уже более 10 лет. И сегодня у нас такой знакомительный вебинар с профессией. Мы решили рассказать вообще о перспективах, о том, как мы это видим, что рассказать о том, что профессия сейчас актуальна и набирает обороты, и, мне кажется, вообще выходит в авангард среди остальных профессий, вот в области интерьеров. Вот, приступим. Итак, что такое декорирование, то декорирование, о котором мы говорим на нашем курсе? Мы говорим об интерьерном декорировании. Это все то украшательство интерьера, все те преобразования интерьера, которые не связаны с задействованием инженерных систем и черновой отделки помещений. То есть декорирование бывает разной глубины, как я это называю, но все оно сводится к такой косметике. То есть если сравнивать с уходом за телом, то это вот косметический уход без хирургических вмешательств. Это работа со стилем, то есть с гардеробом помещений и с мелкой аксессуарной группой. То есть я бы сравнивала это так. Планируете ли вы работать более глубоко, то есть начиная от здоровья вашего тела или от здоровья помещения, затрагивая его какие-то отделочные моменты, какую-то архитектурную часть. Это на ваше усмотрение. Либо вы можете работать только с аксессуарной группой и с гардеробом, то есть подбирая в интерьер крупногабаритную мебель, мелкоформатную мебель, декор, искусство, текстиль, то есть все то, с чем постоянно работает декоратор. То есть декорирование – это отсутствие в работе каких-то строительных моментов и большое присутствие красоты на ежедневной основе, постоянная рабочая необходимость работать с красивыми предметами, в красивой атмосфере, с единомышленниками, с людьми заинтересованными, с людьми творческой профессии, заинтересованными в результате и в том, чтобы преобразовать любое пространство и сделать его более эстетичным. Вот как бы я описала декорирование. Это как иллюстрация, это интерьер моей собственной квартиры. Я называю это высокодекоративным интерьером в том плане, что здесь действительно много мест, много таких вот углов и композиций, где собран декор. То есть здесь работа декоратора, так как я декоратор, она присутствует во всей красе пышным цветом. То есть здесь я работаю с мелкоформатным декором, соединяю разные предметы мебели, разные эпохи, искусство, текстиль, цветы. То есть все это такое, очень насыщенное по декору. Сейчас в современном мире, в наших реалиях присутствуют не только такие интерьеры, но и менее декоративные интерьеры, которые восприимчивы гораздо к меньшему количеству декора. Как, например, на этом слайде. Это интерьер студии Егора Данилова, который я декорировала, тем не менее. То есть в основе это достаточно минималистичный, сдержанный интерьер по цветовой гамме. Однако и в таких интерьерах есть пространство для работы декоратора. То есть даже в таких интерьерах необходимо подбирать всю бытовую утварь, которая, как правило, в минималистичных интерьерах всегда функциональна, а не просто присутствует ради красивой картинки. Это мелкоформатная мебель, текстиль, ковры. То есть все то, что докручивает интерьер до нужной стилистической чистоты. Здесь еще следующий пример работы. Еще более минималистичный интерьер. Однако и здесь нашлось место для работы декоратора. То есть мы видим в основе очень архитектурный, строгий интерьер, который без вот этих декоративных всех элементов, которые мы можем здесь легко вычленить. То есть на левой картинке это круглое панно, декор на полках. Посередине это аксессуары на кухонном столе, которые, попадая в этот интерьер, становятся его частью. И в тот момент, когда хозяевам этого интерьера требуется воспользоваться какими-то чашами или поставить свечи, они не будут диссонировать со всей атмосферой и диссонировать со задумкой дизайнера этого интерьера. Соответственно, декоратор выбирает всю аксессуарную группу таким образом, чтобы интерьер в любой момент своего жизненного цикла выглядел максимально стильным и не вызывал вопросов, чтобы там не появлялись чужеродные вещи. И вот на правой картинке видно, что в минералистичном интерьере в любом случае есть и необходима текстильная работа, то есть подбор текстильного гардероба для кровати, подбор искусства, подбор мелкого декора на прикроватные тумбы. Опять же, как правило, повторюсь, что в минималистичных интерьерах это все несет определенную функцию, то есть весь декор обязательно должен быть функционален. Так, этот слайд я поместила сюда как в достаточно свежую свою работу и демонстрацию того, где еще декоратор может применить себя. Это была съемка отеля в Петербурге на Невском проспекте, отеля Вавельберг, пятизвездочный, который на момент моего появления там уже ненавидно делал фотосессии своих интерьеров. Однако на этих фотографиях даже клиенту очевидны были композиционные ошибки и необходимо было пересобрать интерьер таким образом, чтобы композиционно в кадре он выглядел правильно и привлекательно. То есть здесь работа строилась, и моя работа состояла не в том, чтобы подобрать грамотно декор в этот интерьер, а мне была предоставлена такая библиотека декора из запасов отеля, который просто, вот этот декор лежал на складе, никак не присутствовал ни в общих зонах, ни в номерах, и необходимо было его расставить таким образом в общих зонах и в номерном фонде, чтобы можно было составить красивые кадры, и этот декор прижился в этих помещениях. На данных фотографиях мы видим общее помещение, здесь декорирование касалось расстановки мебели, то есть необходимо было расставить мебель таким образом, чтобы она смотрелась в кадре хорошо, композиционно завершенно. Даже бутылки алкоголя необходимо было расставить таким образом, чтобы они не перетягивали на себя больше внимания, чем вот эти минералы, которые висят над барной стойкой. То есть декорирование не только в подборе вами каких-то элементов, но и в том, чтобы пересобрать из того, что есть, новую, свежую, красивую картинку или пространство. Ну вот здесь еще несколько кадров этого интерьера. То есть до моего появления здесь было достаточно пустынно. Все это мы собрали в кадр таким образом, чтобы это смотрелось хорошо. Вот эти диваны на левой картинке, они стояли по стенам, большое пространство общей зоны номера. Смотрелось на кадрах, которые были сделаны в предыдущих инкарнациях. Достаточно все это непривлекательно, неуютно. То есть опять же, собрав все это, прямо скажем, в кучу, добавив декор, расставив его правильным образом, получилось сделать красивую фотосессию, привлекательную, которая сейчас используется отелем на сайте для привлечения клиентов. Ну, я уже немножечко коснулась, но хочу детальнее поговорить сегодня о перспективах профессии. Потому что, на мой взгляд, перспективы есть, и они достаточно широки и логичны. И первое, о чем я хочу здесь поговорить, это развитие рынка дизайна в России как такового. И уже многолетнее формирование лояльной аудитории к дизайну. О чем я здесь говорю? О том, что дизайну в России можно сказать уже больше 20 лет. Ну, скажем так, ненамного больше. То есть широкая аудитория знакомится с, знакома с понятием дизайна интерьера, естественно, с программой «Квартирный вопрос», которая появилась тоже больше 20 лет назад, не могу сказать, сколько точно. Дальше на формирование рынка повлиял, конечно же, Инстаграм, запрещенный в России. В общем, все это популяризировало профессию. То есть так как у нас в соцсети, прежде всего, работают с нами через визуал, интерьеры – это очень визуальная профессия. Соответственно, мы все волей-неволей и широкая аудитория, широкая общественность смотрит на то, как работают дизайнеры, как преобразовывается пространство. Все это стало достаточно популярным. Вот я забила статистику в Гугле просто на обычный запрос. Самое простое – сколько дизайнеров интерьера в России? Гугл выдает, что это сейчас около 25 тысяч человек на момент 2021 года. Сейчас, я думаю, количество дизайнеров уже гораздо больше. Как это оказывает влияние на профессию декоратора? Это оказывает самое прямое влияние, такое, что аудитория большая в нашей стране уже привыкла работать с дизайнерами. Многие люди имеют опыт взаимодействия с дизайнерами уже не первый раз. То есть из года в год, меняя жилье, обращаются к дизайнерам в дизайн-студии. И, как я могу сказать по своему опыту и по опыту коллег в целом, не все дизайнеры хотят и ставят перед собой целью доделывать интерьер до финальной картинки, то есть комплектовать интерьер до такой степени, когда каждая вещь в интерьере занимает свое место. То есть не комплектуют интерьеры до состояния, когда в нем можно комфортно ежедневно жить, не просто в утилитарном плане, но и в красоте. Соответственно, развитие рынка дизайна это такая как база для формирования профессии декоратора, потому что появляется огромное количество современного нового красивого жилья, новых красивых интерьеров, которые оставляются дизайнерами без подбора искусства в какой-то момент, без выполнения текстильных работ часто, без комплектации бытовой утварью, без комплектации мелким декором, который создают уют, мелкоформатной мебелью. То есть все это те моменты, с которыми дизайнеры сознательно не хотят работать, обращаясь к декоратору и доверяя ему этот фронт работы, потому что у дизайнера настолько большое количество задач на любом объекте, что одинаково увлеченно проектировать перепланировку и какие-то сложные сантехнические узлы и то, как будут стоять книги и аксессуары в стеллажах, которые дизайнер до этого спроектировал, просто невозможно. Поэтому декоратор такой, как необходимый помощник для дизайнера, должен в какой-то момент появиться на объекте для того, чтобы объект приобрел как раз вот этот завершенный, классный действительно вид. И, то есть, к декораторам к нам обращаются дизайнеры и к нам обращаются заказчики дизайнеров, которые сами в какой-то момент понимают, что уже хотят просто общаться с каким-то другим специалистом, который поможет завершить интерьер в том виде, как они это видят. Потому что, опять же, заказчик не всегда чувствует, что у дизайнера есть в этом достаточные компетенции, например, в сфере подбора искусства или работы с какими-то специфическими бытовыми предметами. Вот. Таким образом развивается дизайн, он уже развивается, вот эта база готовится больше 20 лет, теперь настало время декорирования. Поэтому я считаю, что это такая очень большая перспектива для профессии. Дальше. Следующее направление. Это следующее направление применения декоратору своих навыков. Это морально устаревшие интерьеры. То есть, опять же, все это связано с ростом рынка недвижимости, с развитием и этапами развития рынка недвижимости в нашей стране. Сейчас большое количество людей живет в морально устаревших интерьерах. То есть лет 10-15 назад. То есть, соответственно, это 2008-2010 год, когда экономическая ситуация в стране была плюс-минус хорошая, вот эти жирные нулевые. И многие люди делали достаточно добротные, хорошие ремонты, вкладываясь в них максимально, заказывая дорогостоящую отделку, какие-то осветительные приборы, мебель и так далее. Но сейчас, во-первых, естественный износ. Во-вторых, опять же, мы все живем в мире визуала, и большое количество владельцев таких квартир понимает, что их интерьер уже морально устарел. То есть им нравится локация, им нравится размер этого жилья, квартиры или дома. Это все не подлежит изменениям, но подлежит изменениям то, как интерьер воспринимается внутри. И здесь часто, так как люди уже живут в этих интерьерах, и многие не хотят прибегать к капитальным каким-то изменениям, но готовы сделать какие-то косметические изменения в своем интерьере. Заменить обои, возможно, где-то заменить частично мебель, какие-то отделочные материалы, заменить светильники. И все это вот такими заменами, либо масштабными, либо локальными, дает интерьеру еще такой запас жизни, эмоциональный лет на 10-15, в зависимости от задачи. Ну, здесь пример один из таких интерьеров. То есть вот кухня, 10-12 лет был ремонт на момент моего появления здесь. И вот как мы с заказчиками все это преобразовали. И я могу сказать, что эмоционально это приносит для заказчиков, для владельцев квартиры огромное, большое количество положительных эмоций, так как это все делается достаточно просто. То есть это не работа с дизайнером, это работа с декоратором, у которого не такие сложные проекты. Инструмент и палитра инструментов достаточно широкая, но вся она сводится к выбору каких-то красивых элементов. Так, дальше. Значит, у нас есть рынок дизайна, у нас есть морально устаревшие интерьеры, и у нас есть вновь приобретенная недвижимость с безликим интерьером. То есть, опять же, специфика рынка недвижимости, какие-то интерьеры покупаются с так называемым ремонтом от застройщика, либо с очень базовым ремонтом, когда квартира изначально приобреталась для перепродажи, и в ней делается такой вот безликий ремонт. Но не все готовы строить квартиру и выстраивать в ней свой индивидуальный интерьер, там год, полтора. Для многих является привлекательным как раз этот момент, что можно заехать и жить, и в процессе превращать безликий базовый интерьер в индивидуальный, хорошо задекорированный, уютный и домашний. Соответственно, это вот такое достаточно, опять же, большое направление для работы декораторов, а не дизайнеров. Дальше. И вновь приобретенная недвижимость с добротным ремонтом 10-12 летней давности. Я посмотрела на Циане объявления достаточно таких дорогостоящих квартир, то есть все квартиры от 40 миллионов, которые я смотрела. Соответственно, я подразумеваю, что человек, приобретая эту квартиру, в какой-то мере оплачивает и вот эти отделочные материалы, вот этот ремонт, который уже там присутствует. Но мы все видим по картинке, что все это настолько морально устарело, что есть большое желание преобразовать это декоративными инструментами таким образом, чтобы здесь можно было жить в удовольствие, потратив немалую сумму на приобретение такой недвижимости. Я, глядя на эти картинки, вижу большой потенциал здесь для работы декораторов. То есть я думаю, вам тоже, скорее всего, это очевидно, что заменив этот диван, эти обои устаревшие, перепридумав мебель, перепридумав текстиль, сделав косметику потолка, в этом интерьере можно добиться совершенно другого впечатления, совершенно другого стиля и не прибегая к каким-то большим инженерным переделкам этого интерьера. Но здесь еще другие ракурсы. Вот морально устаревший интерьер 10-ти, может быть, 15-ти летней давности, который жаждет появления декоратора. В целом уже отходит вот эта тенденция к тому, чтобы вкладываться в стены, покрывая их ониксом, рамором и дорогостоящими какими-то обоями, если, конечно, в этом интерьере не планируется жить до конца своих дней. Сейчас тенденция больше к тому, чтобы вкладываться в предметы. Люди, опять же, благодаря соцсетям и развитию рынка дизайна больше обращают внимание на какие-то знаковые предметы, на искусство, на предметы освещения, стулья, столы и так далее, и видят смысл действительно вкладываться больше в предметы обстановки, нежели в стены, потому что предметы обстановки можно забрать с собой в новый интерьер как часть своей истории, как развитие своего вкуса. Дальше. Следующая у нас такая подтема сегодня – это виды услуг декоратора. То есть с чем, что может декоратор. И первое, что я выделила, это такая услуга, как полный релукинг или редизайн пространства. Это когда старому интерьеру, морально устаревшему, как раз разрабатывается новая концепция, и дальше, согласно этой концепции, идет подбор всех предметов. Так, у меня здесь идет перечисление. Значит, дальше. Следующее. Это обновление интерьера с помощью декора от концепции до реализации. То есть это как раз идет речь о работе с такими безликими изначально, но свежими ремонтами, в которых можно, опять же, вписать какую-то собственную концепцию и реализовать ее. Дальше. Следующая услуга – это завершение интерьера с помощью декора согласно заданной концепции. Это вариант, когда вы работаете с интерьером, в котором уже есть концепция. У этого интерьера, как правило, есть автор, дизайнер или архитектор, который, как я уже говорила, в какой-то момент по каким-то причинам не оставил проект, но, в общем, решил передать этот проект следующему специалисту, уже более узконаправленному декоратору. И декоратору, как следующему соавтору этого интерьера, необходимо вписаться в заданную концепцию. То есть здесь уже не идет речь о навязывании какого-то своего видения этого интерьера. То есть здесь идет работа в концепции автора интерьера. Так, дальше. Обновление интерьера с помощью декора. Это так называемый хомстейджинг, услуга, которая сейчас набирает обороты. Я расскажу о ней подробнее. И также к услугам декоратора относится подготовка интерьера к съемке. Декорирование есть глобальное преимущество. Если ваша душа не лежит к стройкам, к общению в среде строителей, сантехников, электриков, прорабов, то декорирование – это такой совершенно другой мир. в котором вы не сталкиваетесь с подобными специалистами, а работаете абсолютно в другой атмосфере. Вы работаете в основном с творческими людьми. Наверное, самая грязная профессия, с которыми сталкивается декоратор – это, наверное, столярные производства. Однако все равно это все сводится к эскизированию, к выбору финишных отделок мебели. То есть профессия достаточно на ежедневной основе приятна и комфортна. То есть вы постоянно работаете в красоте и с красотой. Если красота, как и для меня, для вас является таким допингом, то я считаю, что это неоспоримое преимущество профессии декоратора перед той же профессией дизайнера. Дальше. В декорировании, на мой взгляд, из бонусов к бонусам можно отнести то, что вы достаточно быстро видите результат по сравнению с дизайном. Дизайнеры ждут результата своей работы по три года. Уже перегорают. Вот этот момент интереса к объекту, он не может длиться вечно. В декорировании, так как цикл работы над каждым проектом достаточно короткий, вы постоянно находитесь в зоне позитивных эмоций, потому что вы получаете достаточно быстро результат своей работы, вы его видите, он наглядно заметен и вам, и заказчикам. И мне кажется, это огромный плюс профессии. Я сказала уже, да, эстетика повседневности, то есть вы как человек-представитель профессии декорирования будете, вам будет необходимо внести эстетику в свое ежедневное существование, в свою ежедневную жизнь. И, скорее всего, в декораторы идут уже люди, для которых это супер важно, но работая в декорировании, узнавая новые пласты, постоянно затрагивая новые пласты знаний в области искусства, в области организации быта, постоянно взаимодействия с творческими единицами, авторами, вы повышаете свой быт, выводите его абсолютно на новый уровень. Соответственно, если вы мама, если вы глава семьи, женщина, то вот эта ваша заинтересованность эстетикой, она прорастает в ваших домочадцев. В общем, все это вирустится очень быстро. В какой-то момент вы понимаете, что вы живете в абсолютной красоте, ваши домочадцы живут в абсолютной красоте. В общем, мне кажется, с точки зрения личной эмоциональности, это очень хорошая профессия, очень хороший вид деятельности. И он не однобог. Мне нравится то, что действительно постоянно нужно прокачивать собственные знания в самых разных областях, потому что если вас интересует эстетика в быту, вас не может интересовать эстетика во всех и других областях жизнедеятельности человека, и вы учитесь постоянно. Я, например, эту осень уже иду на две учебы, расширяю свои границы. Одна посвященная искусству, другая посвящена будет эстетике в сфере фэшн-бизнеса. В общем, все это огромный мир, и декорирование тоже огромное, но в то же время само понятие красоты и эстетики еще больше. И декорирование может выступать таким как... может выступать первой ступенью во что-то более глобальное. И последнее, что я хочу отметить как бонус профессии, это малая цена ошибки. Я думаю, вы читали и встречали информацию, или, может быть, знаете, по собственному опыту, что в дизайне интерьеров цена ошибки достаточно высока. Дизайнер, если он ответственен, если он несет в целом ответственность за свои ошибки, то он платит рано или поздно за эти ошибки, и суммы этих выплат достаточно высоки. И в денежном эквиваленте, и в эмоциональном. В декорировании цена ошибки существенно ниже. То есть, я даже не знаю, где в декорировании можно допустить ошибку, может быть, возможно, можно перекрасить стены не в тот цвет, но все это нарабатывается с опытом, и какие-то ошибки можно пройдя обучение под руководством наставника, специалиста, опытного. Их можно избежать. То есть, проходя этот путь самостоятельно, естественно, вероятность ошибки и последствий гораздо выше. Но опять же повторюсь, что в декорировании это не такие масштабы, как в дизайне. Но я считаю, что если есть возможность начала работы в профессии под грамотным сопровождением, то это существенно защищает вас от ошибок, от каких-то промахов. Собственно, я иду в свое обучение ровно по этой причине. Я не хочу набивать шишки, там, где кто-то их уже набил до меня, мне проще узнать чужой опыт. Вот. Я думаю, закончила с основной частью своего вещания. Я готова ответить на вопросы, если они есть. Да, я хотела только добавить, что это бонусы профессии для тех, кто хочет, собственно, я владел. Но еще и большие бонусы этого хобби, потому что все то же самое относится к тебе, если ты этим просто даже увлекаешься на уровне своего дома и своего ежедневного вот этого быта. У нас был вопрос от Татьяны. На стенах квартирах вы вешали постеры или картины от художников? Мне кажется, это относилось вот к услуге хомстейджинга, но я могу ошибаться. Если к услуге хомстейджинга, там, да, там над кроватью были постеры. Это постеры из бесплатного, но лицензионного источника. То есть эти изображения имеют публичную лицензию. Я к этому отношусь внимательно. Не беру картинки из интернета для своих проектов, потому что уважаю авторские права. И в общем отношусь к этому чувствительно. Вот. Соответственно, есть сайты, на которых фотографы выкладывают свои работы, предоставляя открытую лицензию для всех пользователей. Скачивая, вы можете пользоваться как вам угодно, кроме перепродажи и тиражирования этих изделий. А если вопрос касался в кабинете работы, картины, то это работа художника. Как я уже говорила, декоратор постоянно работает с большим количеством творческих людей. Эта библиотека постоянно нарабатывается. И в курсе я про это говорю подробно, что это нужно делать. Нужно растить вокруг себя комьюнити творческих людей. Никогда не знаешь, в каком интерьере чья работа пригодится. нужно держать в памяти по возможности либо где-то записывать. В общем, да, там работы художников висят. Здесь, наверное, добавим, что большую работу по первичной каталогизации таких поставщиков уже проделала Мария и в рамках курса предоставляет доступ к своей таблице с поставщиками в том числе и искусства, галереями, возможно, какими-то отдельными. Творческими личностями, керамистами и так далее. То есть это такой тоже важный бонус, который в рамках программы есть у слушателей. Если есть какие-то отдельные вопросы, можем сейчас пообщаться, либо в личном режиме всегда готовы все сомнения развеять, ответить на вопросы, предоставить больше информации. А если вопросов нет, то мы благодарим Марии, мы благодарим вас всех за то, что провели с нами это свободнее утро. Оно было заявлено как такое про красоту, про какой-то верный настрой, и мне кажется, у нас все получилось. Спасибо большое, Мария, тебе за это, и с удовольствием будем всех ждать на нашем курсе или на наших других мероприятиях и обучающих программах. Спасибо.